всем доброе утро дорогие друзья и начинаю новый влог из автомобиля потому что сейчас я приехала в парк для того чтобы осуществить свою утреннюю пробежку если вы смотрели мои влоги годовая надавность это помните что я очень люблю бег и что начала практиковать это как раз таки прошлой весной но в этом году у меня это получается достаточно редко потому что у нас не знаю екатеринбурге да и в принципе во многих городах россии в которых я бывала на последнее время как то не очень повезло нам с весной нет погоды холодно дождь и конечно бегать по утрам такую погоду мне не очень нравится честно но сегодня идеальное небо просто не облачко сейчас плюс 11 градусов и поэтому я отправляюсь на пробежку для меня это такая знаете настоящая утренняя медитация когда можно очистить голову зарядиться на новый рабочий день мне во время пробежек приходит действительно классная идея либо знаете бывают моменты когда ты долго думаешь о чем-то не можешь принять решение или не видишь выхода ситуации то опять же после бега я начинаю видеть эти ситуации поэтому друзья если вы не бегали и хотели попробовать обязательно попробуйте она того точно стоит но я я сейчас надену наушники включу классную музыку и побегу и покажу вам ну что друзья пробежка окончена если не пробежала немного где-то наверно около пяти километров на это занимает 30 35 минут я бы пробежала еще больше нам сегодня к 9 нужно быть уже студии потому что нужно встретиться с строителями по ремонту который у нас в принципе уже на финальной стадии в этом влоге обязательно вам расскажу подробнее как вообще обстоят дела с этим процессом и да мы хотим скоро переезжать где-то примерно в течение месяца я думаю мы это сделаем надеюсь по крайней мере у нас уже практически стоит полностью вся кухня сегодня должны привести наш главный шкаф который будет занимать просто пол коридора у нас потому что это такая огромная система хранения и мы долго искали подрядчиков кто вас может сделать так как нам нужно ну и вроде бы надеюсь что сегодня все получится в общем этом блоге расскажу вам и про ремонт и право такие прекрасные утренние ритуалы которые я обожаю и также мы с вами вместе отправимся в москву и туда поеду одна на три дня у меня будет два мероприятия несколько рабочих встреч и вообще вы знаете я недавно думал о том что так хочется летом вот сейчас прямо в москву и как только я об этом подумала буквально через несколько дней мне приходит предложение двух мероприятиях в москве я конечно же сразу как узнала тут же сказала да была очень счастлива не знаю вот после моей последней москву поездки заговорился чуть-чуть еще не просто но вот просто после моей последней поездки в москву и в питер я вот понимала что после москвы была такая заряженная у меня было столько сил столько энергии а питер видимо своей погодой меня просто всю так знаете подвысил поэтому сейчас хочется опять поехать на подзарядочку тем более у меня летом столько планов столько хочется осуществить для этого нужны конечно вот такие вот подзарядки смена обстановки чему я тоже очень рада в общем погода кайф у нас все цветет сегодня 31 сегодня 1 июня друзья 1 июня первый день лета представляете я его встречаю по-настоящему по-летнему в общем вот сейчас еду домой быстро схожу в душ сделаю завтрак может быть даже успею приготовить еду с собой на обед но если нет то окей я уже в студии сейчас приехали на работу нужно сегодня как я говорила в первой половине дня продуктивно поработать мы сегодня алиса привет давно не виделись мы же сделаем кофеек кстати хотела вам показать мне подарили на день рождения такую кружку я сейчас в студии стараюсь и вообще с собой брать такую кружку для кофе начала мысль и не закончила и сегодня мне студии нужно продуктивно поработает сделать себе яркие смоки айс алиса не сделать красивые волосы я переодену соответствующую одежду под стать этому образу и мы будем снимать промо для моего нового проекта который уже совсем скоро начнется в середине июня мы хотим его провести и это будет проект о макияже для себя о том как при помощи макияжа менять образы я буду показывать разные техники но в общем все моем стиле где мы конечно же будем уделять много внимания и косметики которые сейчас есть на российском рынке которые можно найти достать и простым понятным техникам которые не будут занимать у вас огромное количество времени в общем все как мы любим я просто подумала что знаете поездив по городам пообщавшись с девчонками поняла что многим хочется какой-то такой знаете эмоциональной приятной красивой встряски что все немножечко заскучали хочется как-то взбодриться пробудить вот это вот желание к жизни мне кажется что сейчас первый месяц лета это идеальное время для того чтобы как раз таки заняться собой после я уже говорил мы поедем по ремонтным диван возьму вас с собой будем сегодня шторы выбирать и подушки для нашего дивана диван можно заказали кровать можно заказали пока ничего не готово но все будет соответственно надеюсь так как было зарисовано в проекте и так в общем сейчас нам нужно поработать 15 раз тоже сказала что все поняли какие мы занятые изменяюсь в общем есть процессе создания макияжа сделала уже тон сегодня кстати я наносила тон из видео про тональные для летнего периода это шик у меня в оттенке 03 он такой знаете я уже про него рассказывал подробно но вот на мне он прям натурально матовый то есть кожа с ним не блестящий но и не намертво как-то она замонтирована все равно остается такой живой дальше румяна который я сейчас использую очень мне нравится думаю что все лето буду их носить на себе это раузынг в оттенке афелия я напомню что у меня были в оттенке азалия и еще мне очень сильно понравились вот этим в таком на первый взгляд нейтральном цвете называется он хелитроп хелиотроп как-то так и на самом деле вчера их наносила на себя выглядят очень очень фреш собственно давайте сейчас сделаю макияж покажу вам результат и будет красиво надеюсь ну что друзья смотрите какой роскошный образ у меня получился я добавила вот такой топ с аксессуаром здесь вот такое крупное кольцо макияж мне сегодня такой изумрудно зеленый какой-то смоки мне кажется что летом как раз таки такие сияющие яркие сочные оттенки очень круто ну и чтобы знаете разбавить вот такой официоз на лице я добавила еще джинсовку чтобы образ был действительно таким более расслабленным мне кажется что на летнюю вечеринку куда-нибудь отправиться в таком образе будет очень комфортно и при этом нарядно так что вот буду в своем новом проекте обо всем об этом подробно рассказывать образ я вам свой сегодняшний показал теперь хотела бы немножко рассказать про одежду потому что это у меня новинки недавно я ездила в лайм в телеграме делилась хотя обзором вещей которые мне туда понравились в общем влюбилась джинса посадки мамфит взяла самым светло-голубом оттенки артикл оставляла кстати опять же у себя в телеграм-канале поэтому если хотите найти модель переходите подписывайтесь у меня размер 34 мне кажется что эта модель отлично подходит на любой тип фигуры она вытягивает как-то ноги красиво подчеркивает все что нужно в общем класс дальше джинсовая куртка тоже из лам я взяла в размере с для того чтобы был такой знаете слегка оверсайз не сильный мне понравилось что здесь вот такое знаете подстаринута вот резинка снизу ну и цвет мне кажется тоже достаточно универсальный я вообще очень люблю джинсовые куртки и считаю что это настоящий летний мастхэв здесь у меня черный топ который тоже покупала в лайме но пару лет назад и классический кеды конверс черный очень их люблю честно в том году носила их редко об этом прямо вот полюбила именно вот эти черно-белые самые обычные сейчас мы поедем с вами вместе выбирать шторы надеюсь что мы их сегодня закажем потому что до переезда остается все меньше дней а без штор в нашей квартире жить мы навряд ли мы сможем потому что у нас очень много окон солнце летом встает вы сами знаете рано ну и мы привыкли спать полный блокаута поэтому мне кажется что очень важны сейчас пообедаем и поедем что мы приехали в строительный магазин точнее в магазин мебели и сейчас вам покажу цвет дивана который мы выбрали прям подушки не знаю я не знаю нам нужно выбрать сегодня материал контрастные для подушек на нашем диване нам предложили такой вот велюр и замшу но мне если честно кажется что эти два материала у меня по крайней мере как-то с домом не ассоциируются смотрим что-то более текстурное вот такой сам диван вот мы сейчас приехали в нашу квартиру для того чтобы примерить здесь образцы тканей из которых мы выбираем шторы я давно вам не показывала как сейчас выглядит наш ремонт на каком он этапе поэтому сейчас я вам там быстренько покажу нас сегодня устанавливают до устанавливают кухню будут устанавливать шкаф и сейчас вам покажу как например выглядит спальня потому что здесь пока ничего нет на готовы стены потолок пол в общем смотрите так открываем дверь и заходим здесь у нас большущие окно 1 эта стена где будет телевизор там балкон и получается еще одно окно вот здесь вот между двух розеток будет кровать при кроватной тумбы здесь мы повесили уже кондиционера во всей квартире так вот выглядит потолок и собственно на балконе пока смотреть особо нечего потому что здесь видите краски всякие банки так выглядит система от кондиционеров сигареты не мои строители ну и собственно вот вид из окна здесь тоже очень очень красиво я честно так хочу вот уже здесь прибраться и когда ремонт закончится сесть здесь с видом на горы на закат и прям кайфовать давайте вам покажу санузел у нас здесь где-то видимо наверху делают ремонт и не собственно вот так будет выглядеть наша ванна смотрите какая красивая плитка мне она очень нравится и вообще рада что мы сделали наш санузел такое знаете в темной гамме шоколадно-черной мне кажется это выглядит очень уютно где скоро тоже все закроется здесь станет такая стеклянная перегородка но здесь собственно раковина и зеркало все это тоже скоро будет здесь к этому и съемочный кабинет его мы сделали полностью таким белым с черными контрастными плинтусами чтобы ничего знаете как бы не отвлекало потому что вот в этом углу я буду снимать свои ролики на youtube все выглядит мне кажется очень красиво получилось видите вот эти все контрастные моментики мне кажется круто гардеробная здесь вот такой вот серый приглушенный цвет стен мне нравится что на солнце он выключить светлее в тени чуть темнее но в целом я очень довольна что мы выбрали именно этот оттенок потому что сначала когда мы сделали выкрас мне показалось что это очень темно но сейчас я понимаю что вот когда появился пол скоро когда встанет здесь все мебель я понимаю что прям супер классный цвет который я и хотела так это зал панель здесь корбуты полочки провода для подсветка для подсветок дверь мы скоро покрасим входную и здесь гостевой туалет но здесь пока еще как бы не доделано кухня еще доделывается кухне из процесса такие вот панели сверху снизу еще доставляется здесь тоже еще не все готово но мне кажется выглядит красиво так ну что выбираем шторы спальню нужно расскажу про наш хитрый план в общем мы не нашли красивый блок аут поэтому решили взять просто подходящую нам ткань и что сделать просто самым вот этим вот простым и обычный это ты пленка или еще не пленка клеенка до лев да и сзади подклеить ее потому что все блокауты которые нам предлагали мне по дизайну по тканям они как-то вообще не понравились так раз вариант а вариант какой вот из этого мы выбирали кажется вот это да такой вот он мне кажется что очень хорошо по системами мне нравится как он выглядит сначала думал что то может быть более темное но мне кажется что будет тяжеловато уже сделали большое дело заказали шторы утвердили цвета для наших подушек на диване и сейчас пришли с мужем отмечать первый день лета я взяла себе белине пришли новое заведение для нас прошу заметить в Екатеринбурге называется итальянцы вот чем они не будем экспериментировать рестораны потому что у нас есть небольшой список проверенных мест и вот мы сейчас пришли белине на троечку пицца по внешнему виду тоже на троечку сидим такие думаем блин почему пошли в новое место для нас надо было идти проверенное ну ладно завтра я лечу в Москву у меня там будет рейд просто по новым заведениям потому что у меня будет куча встреч все встречи проходят в каких-то обычных заведениях ресторанах да поэтому буду делиться с вами чуть позже своими впечатлениями о московских заведениях но пока покажу пиццу здесь пицца в перроне не знаю мне кажется что детство выглядит слишком пышным надо конечно попробовать и чуть позже вернусь с обратной связью в общем я пробовать пиццу не стала а муж сказал что это не очень вкусно ну ладно расстроились короче только что посидели в ресторане было все очень невкусно коктейль был плохой пицца плохая остальные блюда тоже плохие вот знаете когда поел и расстраиваешься что поел вот у меня сегодня как раз таки такое ощущение поэтому это заведение мы не рекомендуем сегодня вообще такой день это странный вроде бы первый день лета и как бы классная погода у нас цветут деревья я бы тополиный пух начался в общем погода правда кайф и вроде бы настроение тоже такое приподнятое но сначала значит на работе какие-то были проблемы со светом с зарядками потом с ремонтом потом я выложила пост telegram это началась куча каких-то неадекватных комментариев меня начали обвинять в том что я умею воспринимать критику на что я подумал друзья если вы хотите укрепить свои нервы в плане критики заведите канал на ютюбе а лучше выкладывать сюда видео только формате шоц заходите в комментарии и так сказать получаете удовольствие правда столько в прямом смысле гавна я просто давно не читала но я на это вообще внимание не обращаю я на это не распыляюсь для меня эти слова ничего не значат потому что я себе человек достаточно уверенный и к мнению конечно же я прислушиваюсь но мне не только авторитетным для меня людей а вот люди на люди в комментариях по большей части когда пишут оскорбления для меня какими-то уважаемыми людьми не являются надеюсь что сейчас меня смотрят адекватные понимающие люди понимают что я хочу сказать вот вообще всем конечно же хотелось пожелать побольше добра в сердце и давайте будем стараться окружать себя позитивом вот я поняла что мои соцсети для меня это в первую очередь источник хорошего настроения я захожу что на youtube что в instagram что в telegram и когда создаю туда контент я создаю его с посылом добра позитива какой-то невозможной заботы даже и получаю вот такую же обратную связь которая меня очень заряжает и поэтому мне хочется поддерживать эту атмосферу и сохранять ее вот так сейчас у нас небольшая прогулка по городу и мне нужно будет ехать домой собирать чемодан потому что я впервые за долгое время уже прямо на пол недели одна в москву у меня будет два мероприятия у меня будет целый день посвященный чисто рабочим встречам по разным проектам и поэтому мне нужно сегодня так сказать выспаться и завтра всем я уже улетаю возьму вас с собой эту командировку мне кажется она будет очень насыщенная интересная и буду по максимуму вам все показывать надеюсь вам такое нравится что друзья я уже в аэропорту я думаю что скоро уже начнется посадка и я очень хочу спать спала сегодня немного около пяти часов и сейчас планирую два часа полета просто видите да да я немножко не выспалась и вообще понимаю что с каждым годом вот этот сон важность над ощущаешь все больше и больше поэтому помните друзья сон всему голова вот я пошла на посадку ну что друзья я уже заселилась у меня было 10 минут для того чтобы переодеться привести свои волосы в порядок я подумал что можно голову не быть так как она в принципе выглядит аккуратно пока ехала в такси сделала легкий фреш макияж надела вот такой жакет из ококожи серую майку сейчас покажу вам свой лук и мне кажется что в принципе такой расслабленный casual стиль и подойдет для каких-то таких рабочих моментов отель тот же самый я вам уже тысячу раз показываю здесь небольшой бардак потому что я очень торопилась сейчас пойду на завтрак с подругой она живет здесь рядом поэтому я забегу за нее пешочком и дальше уже у меня начнутся встречи поэтому не знаю получится что-то поснимать сегодня или нет но в любом случае я вам чуть позже обо всем расскажу красивая посуда анастасия мы в патриках кстати считаете я чем на следующей неделе плечу и еще увидимся и потом ты принесла мы вместе полетим я взяла скрэмбл с мартаделлой настя взяла омлет с крабом и со сморчками вкусно ну что ж попробую а я люблю смотреть какие следующие блюда стол сырники но очень красивым это наверно мороженое это крем выглядит супер аппетитно давай бери вилочку ломай и это посниму ой как красиво сырники из рикотты кстати добро без рикотты но на сколько у вас рикотты обычно не мешает сколько из 10 комплименты заведения друзья мы пришли сюда вот ради этого десерта да это десерт это не просто яйца с икрой с черной это между прочим десерт и сейчас мы попробуем мы пришли заказали нам сказали что его нет а в итоге принесли мы уже наелись мы сразу съедим конечно как можно от такого отказаться потому что там манго внутри по моему аппетитно что друзья это новый день и сегодня у меня будет работа золотом яблоки я как видите уже накрасилась у меня сегодня почему-то не получилось красиво уложить волосы сейчас буду думать что с ними делать видимо я перегрузила их средствами для питания увлажнения потому что как только я сделала крутилки дайсон спустилась на завтрак смотрю на себя и понимаю что они уже не лежат но ничего страшного я смотрю за окном такая погода сегодня серое небо но сейчас она уже стала более светлым потому что буквально час назад она была прям супер мрачная в номере было очень темно и если вам видно то там примите мокрый асфальт люди идут под зонтиками мне кажется что как только я выйду со своей объемной укладкой на улице даже сяду в машину все равно влажность весь объем просто уничтожить миг не знаю что-нибудь придумаю наверное сейчас волосами может быть просто их расчешу и уберу за уши у меня сегодня в номере такой небольшой хаос потому что знаете я проснулась сегодня где-то в семь и и подумала что у меня достаточно много времени могу не торопиться я на самом деле сегодня очень классно выспалась потому что у меня вчера был невероятно насыщенный день у меня вчера было четыре разные встречи три из них были рабочими и конечно я не все снимала потому что во первых не всегда корректно на таких встречах доставать камеры здесь вы это понимаете плюс обсуждались какие-то рабочие возможные проекты которые пока что еще на стадии только реализация но все эти встречи были примерно в одном районе но я все равно каким-то образом умудрилась на шага вчера 17 шагов надела знаете неподходящие подследники в обувь и они постоянно сползали в итоге она мазорила себе в кровь обе пятки и сегодня прямо чувствую что мне не очень комфортно и короче я вчера так устала просто из-за частой смен локации из-за вот этой вот беготни из-за такого быстрого темпа что сегодня утром проснулась и подумала наверное и не пойду в зал наверное просто сделала в номере йогу расслаблюсь и позволю себе чуть больше времени побездельничать в итоге сейчас понимаю что нужно уже ускоряться собираться но вроде как успеваю сделать сегодня себе свой такой любимый классический вариант мейкапа делала при помощи вот такой палетки от шарлотт зилбери это попс пилоток попсы у шарлотта такие знаете спарклы я смешала практически 4 оттенка толстым слоем их себе пальчиком нанесла и получилось такое вот сияние смешивала сегодня две туши потому что что-то обе у меня как-то в момент подсохли лэш-клэш от ивсен лоран и парадайз от лориаль буду сегодня работать в красивом платье в котором я отмечала свой день рождения я его кстати вам во влоге тогда полноценно не показала поэтому скоро примерю и обязательно покажу потому что она очень очень красивая хотела немного по душам с вами поговорить рассказать как вообще сейчас обстоят мои дела я вам рассказывала что месяц мая у меня был очень эмоциональный такой месяц на подъеме все вообще прямо в плане работы как говорится шло в гору я этому очень рада надеюсь что лето будет таким же и на лето у меня на это очень много планов я уже говорила что мы планируем переезд и честно переезд мы еще запланировали проект плюс у меня сейчас достаточно много командировок и я понимаю что мне нужно расходовать огромное количество энергии и при этом при всем не забывать про себя и чувствовать себя и давать себе время для отдыха поэтому я знаете сказала себе что да в мае круто поработала у меня было не так много выходных в июне я тоже буду много работать но нужно обязательно себе хотя бы один день в неделю стараться выделять для полноценного отдыха вообще поняла что для меня самый идеальный отдых как для человека который практически 24 часа проводит в социальных сетях в телефоне я надеюсь что вы понимаете моя работа я каждый день стараюсь делать разноплановый классный контент во все свои социальные сети и в телеграм и запрещенную социальную сеть и сюда на youtube хочется снимать полезное и интересно атмосферные видосики поэтому для меня самый идеальный отдых это конечно же отключать телефон убирать его и либо просто какие-то долгие прогулки а в идеале это конечно вы ехать куда-нибудь за город в лес где не ловит связь у нас недавно с мужем была такая поездка мы ездили на олень и ручьи не очень понравилось мы пошли маршрут который по-моему 15 километров мы шли без остановки 4 мне кажется с половиной может быть даже часа у нас не было связи мы сели после этого в машину когда я такая ты вроде бы и устал от физической нагрузки но ты при этом при всем получил такую вот разгрузку головного мозга просто он действительно отдохнул и я себя чувствовала просто прекрасно и сказал что мне очень хочется повторить и надеюсь что вот в июне может быть тоже что-нибудь подобное устроим где-нибудь за городом в общем это я к тому что если у вас мало отдыха если вы много времени проводите в компьютере в телефоне то вот все-таки природа лес действительно очень хорошо помогают расслабиться что еще что еще новенького с переездом это конечно честно вот столько сил занимает ремонт друзья вот все кто сейчас делают ремонт крепитесь я знаю что это обязательно когда-то закончится очень сильно давит то что ты как бы вроде бы уже на стадии окончания но ты все равно продолжаешь продолжаешь вливать огромное количество денег в оборудованием в обустройстве квартиры тебе вроде кажется что вот еще чуть-чуть а потом ты понимаешь что нужно еще еще и это вот именно эмоционально конечно же оставляет такой отпечаток но мы я своего мужа и сама себя успокаиваю тем что скоро это закончится мы после обязательно отдохнем расслабимся и дадим себе не знаю месяц не думать ни о ремонте ни о каких-то проектах просто может быть если получится куда-нибудь съездить и почилить так сказать в общем такие дела так что приеду когда в екатеринбург обязательно подсниму вам еще немножко квартиру потому что конечно она сейчас просто каждый день меняется молниеносно то там появляется шкаф то там появляется не за какой-нибудь стенка на кухне какая-то новая лампочка и ты уже смотришь и понимаешь да потому что первые месяцы ремонта когда это все вот рушилась строилась скрасилась я смотрела и думала господи мне кажется никогда не закончится она не двигается она не меняется но сейчас конечно уже ты понимаешь что нет вот это все было не зря это все того стоило такие знаете плоды мощные которые ты начинаешь ощущать понимаешь что скоро ты здесь будешь каждый день жить в общем ни с чем не сравняться конечно эти ощущения да сложно но оно того стоит вот и такой маленький вывод пока что пока мы еще не заехали все ладно друзья пойду собираться по возможности буду конечно вам сегодня показывать все я сегодня буду работать с сердаром и саши кириенко вместе в золотом яблоке в неглиной галереи вот надеюсь что все пройдет классно и так я показываю вам свой лук буду работать в босоножках взяла с собой на всякие случаи кеды и вот такое платье у нас подплечниками приталенное здесь как будто бы юбочка такая на драпировке и галстук такое удлинение чем будет все я полетела так ребятки что у меня уже следующий день я в золотом яблоке сегодня работа в метрополисе сейчас покажу вам как выглядит нашу битезону очки всем приветики еще раз мы раскладываем косметику красоты мы с боем сегодня выбивали косметику от бренда dior но в итоге она она с нами вот немножко покажу вам атмосферку в магазине всем холлоу приветики 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 я снимаю новый влог потому что люблю снимать и кубоке в общем вот завершая второй образ наносим фиксатор от бренда клара так давай там зеркало ты посмотри купишь очень красиво просто глаза так почерпили зеленый цвет да спасибо большое а вам нравится да конечно мы делаем с этим макияж на выпуск но у меня сейчас не пропускнется открывай глазки скажи как жизнь фига не знаю не знаю вот мы сейчас стоим и обсуждаем что я закончила школу 12 лет назад и я помню какой это был адский стресс всем терпение супер нежный макияж с акцентом на легкое сияние черную тоненькую стрелочку и пушистые реснички делали пучки от романных мяка пучки сердечки сейчас продублируем чуть-чуть стрелочку и добавим какой-нибудь красивый нежный преск добавь первую реакцию вау естественно и не принесет на красиво правда очень наша четвертая модель дом а после увидите через буквально несколько секунд вау красиво вау таки ресницы блины но не гостей они на самом деле любимейших кустах они стали объемные да мы учились мы учились 4 года назад да на макияж для себя в Москве у нас виталием длинные подарочки ты счастлива? да ну что время обеда как выглядит кабина где у нас так сказать наша гримерка где мы обедаем где мы немножечко отдыхаем между тем как красим Сейчас я покажу, что я ем сегодня. Вы меня часто об этом спрашиваете. Так, здесь Настя сегодня ко мне приехала. Мы здесь вдвоем. Опять я, да. Так, у меня сегодня лосось. Вот такой вот салатик с креветками. И здесь еще есть какая-то... Ой, какой-то тост с лососем. А мы начинаем новую модель. Здравствуйте, Супра. Блин, расскажите, как чувствуют ваши ноги себя второй день на каблуках? Ну, так как каблук у меня мизерный максимально, чувствуют они достаточно хорошо. Но вчера вечером я думала, что сегодня каблуки не надену. Но сегодня, когда я их надела, подумала, в принципе, it's ok. Мы доделали макияж. Да, сейчас будет самая первая реакция. О, как классно. Как тебе кожа сияющая? Мне очень нравится, какая ротная. Твое мнение по поводу очереди. Все должно быть честно. Правда всегда победит. Да, ребята, не расстраивайтесь. Не можно просто становиться предвыборной кампанией, короче, запускать. Не расстраивайтесь, если вы не попали. Самое главное. Не расстраивайтесь, если вы не попали. Это во-первых. А во-вторых, я всегда говорю, что тот, кто хочет, тот всегда. В любом случае, какая бы очередь ни была, попадает. Да, поэтому не расстраивайтесь. Всем фейс. Мы попробовали очень бюджетный тональный фрель. Enough. Да. Ultra X10. Коврап. Коллаген фундейшн. СП50+. И он роскошно смотрится. Он выравнивает, он перекрывает. И он подсвечивает. Кожа встает очень живой. Стоит 700 рублей за 100 миллилитров. Реснище, да? Угу. Хлопа ресницами и взлетает. Предыдущий финал мы не сняли, но вы можете увидеть в инстаграме. Какая у нас моделька. И сейчас, через буквально пару мгновений, будет после. Такой у нас финальный результат. Да. Такая кошка получилась. Да. Завершение нашего бьюти дня. Да. Все накрашены, все устали. Не все, но почти что все. Ну, почти все. Да, но мы четыре руки красили. Да. Так что вот. Да. Друзья, всем привет. Сегодня воскресенье. Я сейчас уже собираю чемодан. Точнее, я практически его собрала. И через несколько минут буду вызывать машину и поеду в аэропорт. Моя командировка супер-мега-насыщенная. Подходит к концу. Я очень устала. Но это, знаете, такая, как обычно, приятная усталость. Поэтому сегодня у меня в планах просто прилететь домой, доставить свое тело и лечь в кровать. Просто спать, отдыхать. Может быть, немножко, не знаю, погуляем, если будет погода хорошая. Потому что сегодня, например, в Москве с утра идет дождь. Я сегодня, кстати, проснулась в 7 утра. Сходила в зал, позанималась, побегала. Сейчас уже позавтракала. И вот хочу выпить чашечку кофе. Съесть пару конфеток. Потому что мне в этот раз надарились столько шоколада. Это очень приятно. И вообще, на самом деле, встречи, конечно же, как обычно, прошли очень круто. Все девчонки были мега-классные, добрые, красивые, на позитиве. Я нереально кайфанула. И два дня подряд, конечно же, получается очень мега-насыщенно в эмоциональном плане. После таких дней, конечно же, хочется просто отдыхать, не брать телефон в руки, что, собственно, сегодня я буду делать. Но это незабываемое впечатление. Еще я вчера совсем забыла снять на влоговую камеру очень важную для меня, как для блогера, как для визажиста новость. И я надеюсь, что вы за меня искренне порадуетесь. Мне хочется поделиться этой новостью с вами. Я уже, по крайней мере, вижу, что в Телеграме у меня девчонки начинают скидывать скрины или фото со страниц Файлберриса, либо возле прилавок в Золотом Яблоке. В общем, в чем дело? Не так давно у меня проходила съемка для бренда L'Oréal Paris с продуктом тушь L'Eche Paradise. И теперь эта фотография с моим лицом и с этой тушью будет на всех стендах бренда L'Oréal Paris в Золотых Яблоках по всему, по всей стране. И там будет моя фотография, и написано выбор блогера Елены Богдановича. И вы не представляете, как вообще я счастлива, потому что, во-первых, это действительно нереально крутая тушь, про которую я рассказываю с марта месяца. И все, кто на меня подписан, видят, что я действительно ей пользуюсь. Многие девчонки по моей рекомендации ее купили, она также очень многим зашла. И мне безумно приятно, что бренд решил отметить этот продукт именно с моим лицом. И я даже не знаю, как вам описать то, почему для меня это очень важно, но я думаю, что если вы понимаете, что развитие в сфере блогерства и признание тебя, твое лицо твоим брендом как значимым для аудитории, это всегда, конечно, очень-очень круто, и это очень приятно. И это какая-то, знаете, такая новая маленькая ступенечка на пути к реализации, к каким-то моим планам, целям. В общем, я очень счастлива, и я, конечно же, безумно благодарна, ребят, вам, потому что все это благодаря нам вместе с вами, моей отзывчивой аудитории. Спасибо вам большое за то, что вы со мной, спасибо за то, что вы мне доверяете, спасибо за то, что вы у меня такие нереально классные. Поэтому, если вы будете возле бренда L'Oreal Paris в золотом яблоке и увидите мое лицо, кидайте мне фотографии, мне будет безумно приятно. Ну и также вы можете видеть фотографию еще на Wildberries и на Ozone. В общем, везде, где вы можете купить эту тушь, будет теперь мое лицо. Так что вот. И я это, конечно же, сняла только в Stories, потому что камеру, про камеру я почему-то забыла или не забыла, я уже не помню, сняла ли я на эту камеру или нет. Короче, это нереально круто. Это, в общем, такая важная новость, о которой я хотела вам давно рассказать, но нельзя было рассказывать, пока не повесят фотографии, пока это все не разместят. И теперь это уже не секрет. Вот. Что еще хотела рассказать? Забыла. Съем конфетку. Mercy. Я очень люблю именно вот шоколадные такие действительно конфеты. И вот это Mercy. Светлая. Вот это. Просто невероятно вкусная. Самая вкусная сейчас у меня будет кофеек, конфетка. Десять минут у окна. Такая, знаете, небольшая медитация. И потом мне нужно будет закрыть чемодан и отправиться в аэропорт. Планирую смотреть какой-нибудь фильм в полете. Когда я летела в Москву, смотрела Спенсер. Если честно, я смотрела несколько отзывов, и мне казалось, что это какой-то красивый, вдохновляющий фильм про принцессу Диану. Но это достаточно сложный, тяжелый, такой по эмоциональной ноте, я бы сказала, фильм. И я рекомендую посмотреть, перед тем, как смотреть фильм, документальный исторический выпуск на ютюбе Тамары Идельман про принцессу Диану. Потому что я этот ролик на ютюбе посмотрела, и я, в принципе, уже была ко многим моментам готова. Поэтому, когда я посмотрела фильм Спенсер, для меня не было каких-то откровений и удивлений. Но если бы я не посмотрела, я бы, наверное, прифигела, ошалела и такая бы... Ого! Ну ладно, имейте ввиду. Рекомендация. Решила не краситься в полет. Вообще, самое главное правило для меня в полете — это не краситься. Потому что иначе потом все будет с прыщами и с воспалениями. Так что вот. Поскакала. Так, ну что, я на самолете. Загружаю сейчас сторис, где рассказываю о том, как я радуюсь тому, что осуществилась моя маленькая мечта. А теперь мое лицо, как я уже говорила. Возле очень громкого известного бренда с продуктом, который я очень люблю. Выгрузила после Телеграма. Мне очень поздравляют. Так приятно. Немножко грустно даже в Москве, потому что здесь за три дня я столько эмоций получила. Все-таки то, что большой город, такой ритм, ты столько всего успеваешь. Хотя, кажется, как ты можешь успеть в таком объеме. Но это, видимо, знаете, закон. Чем больше ты делаешь, тем больше ты передвигаешься. В общем, чем больше ты энергии затрачиваешь, тем больше сил у тебя есть. Вот у меня сто процентов. Сейчас буду смотреть какой-нибудь фильм, надеюсь, классный. Хочется хорошее настроение. Сижу в бизнесе, здесь никого. Вот. За окном дождик. Но надеюсь, что в якобы хорошая погода. Так, друзья, я уже в Екатеринбурге, и у нас очень классная погода. Мы нагуляли только что 15 тысяч шагов, и сейчас пошли с мужем посидеть, поужинать, отдохнуть в этот воскресный вечер и отметить. Хорошее событие. Чин-чинь. Практически. Такая у нас красивая веранда. Это любимое моё заведение. Называется Чиба. Ляп с кусочком. Это самая вкусная пицца с лососем. Стрельная масса сверху. Вообще нереально. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...